Девушки отдыхают Я пока еще учусь, но ошибок не боюсь, трудно лишь первый раз Погляди, увидишь сам, как творятся чудеса на волшебной кухне у нас Не буду спать и увижу Деда Мороза Уже утро, проспала я Деда Мороза А он принес подарки Возьму с него пример, всех порадую Ну как? Хозяин волшебной кухни подскажет Здравствуй, хозяин волшебной кухни! С Новым Годом! Майя, нямняшка, с Новым Годом! Хе-хе, вот, делаю сюрпризы моим помощникам Я тоже хочу, как Дед Мороз Приготовить подарки для мамы, папы и Сони Что ж, Майя, может, испечем торт? Он станет приятным подарком для всех Здорово! И чтобы он пах мандаринами, как Новый Год Тогда испечем мандариновый торт! Ну прямо, как настоящие Деды Морозы Давайте скорее начинать! Отделим белки яиц от желтков Миксер, дружочек, помоги нам, пожалуйста Ого, какая пышная пена! Добавим сахар и желтки Затем муку Ах-хе-хе-хе Смажем маслом форму для выпекания Хе, вот, видишь, Майя, бисквит делать легко Бисквит? Бисквит – это легкое, пышное тесто В духовке оно сильно поднимается и становится высоким И пористым Это происходит благодаря бесчисленным пузырькам воздуха Которые образуются от взбивания яиц С давних пор кондитеры используют бисквитное тесто Для приготовления пирожных, тортов и рулетов А крем будет сливочный? Да! И поэтому взобьем сливки Добавим сахарную пудру Пора вынимать бисквит Как он поднялся! Теперь пусть остынет А мы пока вымоем и почистим мандарины Разрежем мандарины на плоские кружочки Так, пора наш бисквит разрезать на три пласта А можно я буду наносить крем? Конечно, Майя! Вот тебе кондитерский шпатель Им очень удобно распределять крем Каждый корж смажем кремом А сверху положим мандариновые кружочки Очень красиво! Да, ням-няшка? Бум-зинь! Что это? Снег? Это кокосовая стружка, Майя Просто волшебно! Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни Пожалуйста, Майя! Желаем вам хорошего Нового года! А у нас подарки от Деда Мороза От сиропа, от сиропа Краски! Я мечтала о них А у меня миксер! Спасибо, Дедушке Морозу Давайте приготовим что-нибудь праздничное Я за! Только сначала Та-дам! Майя! Вот это сюрприз! Какой нежный и аппетитный тортик! С Новым Годом! На нашем канале есть еще много интересных мультиков Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии Попрыгать на одной ноге Ладно! Так... А мне выпало прокукарекать Кукареку! Папа! Кукареку! Я! Сонечка, а тебе нужно замереть И не двигаться целую минуту Фоня, Фоня! Ой, а задания закончились Еще хочу! Сонечка, давай готовить новые задания А я сейчас вернусь Ням-няшка! Ням-няшка, а ты когда-нибудь играл в Фанты? Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Поиграем в Фанты? Майя, Ням-няшка, привет! Ну, конечно! Только придумаю несколько заданий Ням-няшка, тебе надо изобразить лунную походку О, Ням-няшка, да ты прирожденный танцор Теперь моя очередь Изобразить робота? Хм, команда принята Приступаю к выполнению А у меня приготовить торт Наполеон Ой, а я не умею Есть у меня один знакомый Который мог бы тебя научить Правда? Кто же это? Да я могу тебя научить, Майя! Ура! Давайте скорее начинать готовить Как хорошо, что слоеное тесто я приготовил еще вчера Из этого колобка нам нужно испечь 12 тонких коржей Майя, Ням-няшка, поможете разделить его на кусочки поменьше? С удовольствием! Скалочка, а я тебя попрошу тонко раскатать тесто для наших коржей Это ж сколько мы их будем выпекать? Не переживай, Майя Такие тонкие коржи выпекаются быстро Не успеете оглянуться, как будут готовы Ты когда-нибудь такое видел, Ням-няшка? А теперь приготовим крем Сначала взобьем яйца с сахаром Добавим теплое молоко и потом муку Блендер, дружочек, эта задачка для тебя Будет сделано Теперь поставим смесь на огонь Дождемся, когда закипит Снимем с плиты, немного охладим И добавим в нее сливочное масло Взобьем крем до однородной массы Майя, Ням-няшка, берите крем и хорошенько смазывайте каждый корж Вы отлично справились Пора украсить наш Наполеон Существует несколько версий происхождения рецепта этого торта По одной из них его придумал французский император Наполеон Бонапарт По другой его авторами были повара из Неаполя И торт сначала назывался Наполитано Но со временем название исказилось Сегодня свои версии этого торта готовят во многих странах мира В Польше его называют кремовка В Венгрии кремеш А во Франции и Италии тысяча слоев Смотрите-ка, еще одно задание Совсем про него забыли Съесть торт Наполеон Ммм, так вкусно Спасибо, хозяин волшебной кухни За угощение и за игру Счастливо, Майя, пока, Ням-няшка Майюша, Соня подготовила новые задания для нас Да, Сонечка, теперь бы еще догадаться, как выполнить его На нашем канале есть еще много интересных мультиков Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии Золушка подмела пол Золушка подмела пол, перебрала крупу и заслужила бал Но как Золушка туда доберется? Золушка, нельзя терять веру в мечту Я скоро вернусь Майя Может, хозяин волшебной кухни знает, что надо делать? А еще одну посольку сюда Просто сказ Здравствуй, хозяин волшебной кухни О, здравствуй, Майя Здравствуй, Ням-няшка Как красиво у тебя получается Это замок? Да Я люблю пофантазировать Фантазия? Это то, чего мне сейчас как раз не хватает Я очень хочу, чтобы Золушка поехала на бал Но мое заклинание почему-то не подействовало Превратить тыкву в карету у меня не вышло Я знаю, как это исправить Мы вместе смастерим карету для Золушки Ура! Вот Золушка обрадуется Раз, два, три, дзинь-бам! Ручка, нож и ложка Помогайте нам! Как здорово получается! О, это еще не все Чтобы тыква не потемнела И ее необходимо смазать лимонным соком Майя, эту часть работы я поручаю тебе А ты, наш дорогой Паш, помоги отделить семечки от мякоти Ой, это же туфелька для Золушки Из мякоти мы приготовим вкусный тыквенный пирог Для начала испечем борщ из песочного теста Я приготовил его заранее Фольга, где ты? Теперь фасоль Но у нас же тыквенный пирог, а не фасолевый О, это верно Но фасоль не даст тесту вырасти Поместим наш будущий корж в духовку А Золушка не опоздает на бал? Не волнуйся, Майя, у меня все рассчитано Клянусь струделем Осталось только приготовить начинку Кусочки тыквы нужно смешать с яйцами И со сгущенным молоком Добавить специи Корицу, гвоздику, имбирь и мускатный орех Миксер, дружочек! Я тут! Поможешь нам? Конечно! Теперь достанем корж Поверх него выложим начинку И снова отправим в духовку Тыква – одна из самых больших ягод в мире Известная людям с давних пор Родиной ее считается Мексикой Тыква очень полезна Потому что в ней есть витамины Необходимые для зрения и кожи Из тыквы пекут пироги и печенья Варят супы и каши А еще вырезают удивительные структуры Ммм, какой ароматный! Хе-хе! Так-так-так! Тыквенный пирог получился волшебным! Мне нужно закончить карету! Раз, два, три, цынь-бам! Ух ты! Вот и волшебная карета готова! Фантазия помогает воплотить наши мечты в реальность! Спасибо тебе большое, хозяин волшебной кухни! До свидания, Майя и нямняшка! Поспешите, друзья! Золушка не должна опоздать на бал! Поспеши, Золушка! Бал уже начался! Да! Только не забудь, что в полночь карета снова превратится в тыкву! На нашем канале есть еще много интересных мультиков! Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии! Мамочка! Вот Дед Мороз каждый год мне игрушки приносит! А как же он сам? Без подарков? Грустно ему, наверное! А ты ему приготовь что-нибудь, милое! Ему будет приятно! Нямняшка, помоги, пожалуйста! Мне очень-очень-очень нужно попасть на волшебную кухню! Новый год уже завтра, а подарка для Деда Мороза у меня нет! Майя! Нямняшка! С наступающим вас Новым годом! Ух ты! Здесь тоже зима! А почему не холодно? Так это же сладкая зима! Снег сахарный! И можно есть сколько захочешь! Да, может и нисколько! Это мы скоро узнаем! Но я не за снегом пришла! Мне обязательно нужно приготовить подарок для Деда Мороза! О, я точно знаю! Дед Мороз любит имбирное печенье! Он очень обрадуется, если ты угостишь его таким! По-моему, не только Дед Мороз любит печенье! Майя, давай начинать! Миксер, смешай, пожалуйста, масло и сахар! А теперь добавим туда яйцо и три чайные ложки мёда! Не хочешь попробовать, Нямняшка? А, ну да! Ты же снегу уже напробовался! Не отвлекайтесь, друзья! Имбирное печенье получается таким ароматным благодаря специям! Давайте смешаем стакан муки с имбирём, кардамоном, корицей и гвоздикой! Гвоздикой? Мы прямо цветы в печенье добавим! Ну что ты! Это не цветок! Это бутон гвоздичного дерева! Оно растёт в Африке! Ну и, конечно, у нас в волшебном лесу! А имбирь – это тоже дерево? Нет, это такой корень! А вот корица как раз дерево, точнее его кора! А кардамон – это зёрна! А как же это прекрасно пахнет! Пора смешать нашу ароматную муку с остальным тестом! И чтобы тесто было удобно раскатывать, нам нужно его остудить! Что бы вы без меня делали? Зима-то у нас волшебная! Имбирное печенье – традиционное рождественское угощение в Европе! Ещё в средние века монахи добавляли в выпечку молотый имбирь! В 19 веке хозяйки стали готовить рождественское имбирное печенье самых разнообразных форм! Например, изящные маленькие домики! Сегодня для украшения печенья используют цветную глазурь! Такое печенье можно не только есть, но и украшать им новогоднюю ёлку! Ну что, тесто уже готово? Да, и его нужно только раскатать! Что ты, нямняшка, так не получится! Но нам поможет наша скалочка! А как мы будем делать фигурки? Нет ничего проще! А сверху украсим наше печенье глазурью! Симпатичная печенька! Молодец, нямняшка! Ну вот, теперь главное следить за временем! Имбирное печенье готовится очень быстро! Ого! Уже готово! Дедушка Мороз, тебе понравились мои печеньки? Конечно, Майя! Это самый лучший подарок! С Новым Годом вас! С Новым Годом! Мама, смотри! Дед Мороз оставил мне записку! Давай посмотрим, что там! Большое спасибо, Майя! А можно рецептик? Ура! Ему понравилось! В следующем году приготовлю ещё больше печенья! На нашем канале есть ещё много интересных мультиков! Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии! Майя! 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 Молодец, Майюшка! Ты наша прима-балерина! Тогда я вам ещё раз танцую! Нам очень понравился твой танец, доченька! Ты не против, если мы полюбуемся им после обеда? Мне нужно приготовить наш любимый суп! Ну ладно! Покажу свой танец на волшебной кухне! Ну что, нямняшка, отправимся на гастроли? Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Привет! Ух ты, Майя! Ты у нас балерина? Да, учись понемножку! Хочешь, покажу тебе свой танец? Конечно! Я очень люблю балет! Внимание! 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 Через две минуты состоится выступление балерины Майи! Все желающие приглашаются в зрительный зал! Ну, на нашу полянку! Внимание! Внимание! Браво, браво! Майя, ты такая молодец! Если будешь и дальше так стараться, то непременно станешь, как великая балерина Анна Павлова! В ее честь даже торт назвали! Неужели такое бывает? В начале 20 века русская балерина Анна Павлова была одной из самых известных танцовщиц в мире! Во время ее гастролей по Новой Зеландии кондитер одного ресторана так был восхищен выступлением балерины, что изобрел новый десерт! Торт Павлова! Белоснежный, как ее танцевальная пачка, легкий и воздушный, как сама Анна Павлова! Правда, австралийцы считают, что впервые этот десерт появился в Австралии! Но как бы то ни было, рецепт, которому уже почти 100 лет, продолжает пользоваться популярностью! Кстати, Анна Павлова не единственный человек, который дал имя кулинарному блюду! Так, бульон получил свое название от имени графа Готфрида Бульонского! Яблочный пирог Шарлотка назвали в честь английской королевы Шарлотты! А закрытый бутерброд-сэндвич в честь Джона Монтегю, четвертого графа сэндвича! Как интересно! Я бы с удовольствием попробовала торт настоящей балерины! Так хочется узнать, какой он на вкус! Так давайте же его скорее приготовим! Миксер, взбей, пожалуйста, яичные белки с сахарной пудрой! Добавим еще немного лимонного сока и аккуратно перемешаем! Теперь, Майя, нужно выложить белковую массу на пергамент, придавая будущему коржу форму круга! Пришло время отправить корж выпекаться в духовку! И это весь рецепт? Приготовить торт куда проще, чем научиться танцевать, как знаменитая Анна Павлова! Ха-ха-ха! Нет, Майя, это еще не все! Сейчас мы приготовим крем! Миксер, взбей, пожалуйста, сливки с сахаром! Ммм! Наш корж уже готов! Ему нужно дать остыть, а потом поверх него выложить крем! Осталось украсить торт свежими ягодами и готово! Торт и правда такой воздушный, как облачко! Ммм! Непревзойденная классика! Сверху хрустящая корочка, а внутри бюзе! Спасибо, хозяин волшебной кухни! Торт чудесный! Но нам пора домой! До свидания! Счастливо, друзья! Немного стараний, Сонечка! И в честь тебя тоже назовут торт! И пригласят в Большой театр! На нашем канале есть еще много интересных мультиков! Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии! И... готово! Молодец, Сонечка! А здесь кто нарисован? Отчеропа, отчеропа! О, к нам лисичка пришла в гости! Ха-ха-ха! Или кошечка? Хе-хе! Да это же я, Майя! Майя! Ха-ха-ха! Отчеропа, отчеропа! Соня, осторожнее! Кажется, Соня с мамой уже не удивить! Интересно, узнает ли нас на волшебной кухне? Нямняшка! Миксер, дорогой, этот немного повыше! Вот, идеально! Ой! Кто это у нас? Хе-хе! Да это же мы! Здравствуй, хозяин волшебной кухни! О, Майя! Нямняшка! Привет! Никогда бы не узнал! Кстати, вы как раз вовремя! Сейчас мы будем готовить печенье с предсказаниями! Интересно узнать, что вас ждет в следующем году? Очень интересно! Тогда приступим! Смешаем яичные белки с сахаром и ванилином! Миксер, дружище! Взбей, пожалуйста, белки до воздушной пены! А теперь добавим муку, нальем подсолнечное масло и перемешаем! Готово! Прекрасно! Э, Майя, сделай, пожалуйста, небольшие кружочки из теста! Пять минут в духовке, и печенье будет готово! А пока напишем предсказания! Ммм, как интересно! Что же написать? О, готово! Теперь, пока печенье мягкое, надо завернуть в него наше предсказание! Здорово! Традиция печь печенье с предсказаниями появилась в Азии! Но уже очень давно она стала популярной во всем мире! В разных странах есть свои особенности этой традиции! Например, в Греции на Новый год готовят пирог василопита, в который прячут монетку! Тот, кому достанется кусок с монеткой, будет счастлив весь год! В Испании пекут пирог волхвов, в который прячется бог! Того, кто его найдет, ждет богатства и процветания! Во Франции в пирог волхвов запекают фигурки ангелов! Они будут защищать того, кто их найдет! Майя, пора узнать, что тебя ждет! Тебя ждет самый лучший новогодний подарок! Интересно, что это? Уверен, это значит что-то очень хорошее! Ммм, как вкусно! Отнесу маме, папе и Соне! Они тоже захотят узнать свое будущее! До свидания, хозяин волшебной кухни! С Новым Годом! Хороших праздников, Майя и Нямняшка! Смотрите, что у меня есть! Угощайтесь! Спасибо! Это непростое печенье! Ммм, печенье с предсказанием! Ммм, а мне везет! Много пирогов и конфет! С этим я тебе помогу, мамочка! И приготовить, и съесть! На нашем канале есть еще много интересных мультиков! Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии! Так-так-так! Посмотрим, что у нас тут! Угу! Внимание, внимание! Корица, лакрица, унца-ца! Орегано-афрегано-бум! Еще хочу! Так, что еще можно сделать? А, вот! И ананас-бананас-бац! Гай! Так, этот слишком сложный! С этим я тоже не справлюсь! Ха-ха-ха! Соня, может тебе нужна ложечка поменьше? Да! Мама! Ням-няшка! Может, хозяин кухни мне поможет? Он знает толк о волшебстве! О, моя ням-няшка! Привет! Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Скажи, а ты умеешь показывать фокусы? Фокусы? Ха-ха! Разрази меня честном! Но я лучший в этом деле! Дорогие зрители, вашему вниманию представляется фокус «Банан с...эм...секретом» и «Фенхель-куркума-марагуя»! Ха-ха-ха! Вуаля! Ха-ха-ха! Небольшая сечка! Еще раз! «Фенхель-куркума-марагуя»! Оп! Хе-хе-хе! Это уберем! Еще раз! «Фенхель-куркума-марагуя»! Вуаля! Ой! «Фенхель-куркума-марагуя»! Уберем! 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 Фенхель-куку... Еще! Еще! И снова! И... О, да что ж такое? О! Слушай, я, кажется, перепутал заклинание! Сейчас исправимся! Кинза, петрушка, базилик! Хо-хо-хо! Фух! А я уж испугался, что растерял навыки! Хе-хе-хе! А меня научишь? Обязательно! Только что нам делать со всеми этими бананами? Точно! Мы приготовим банановый хлеб! Я не знала, что такой бывает! А как его готовить? Ну, сначала смешаем сливочное масло, с сахаром! Миксер! Без тебя не обойтись! Теперь добавим яйца и перемешаем! А как же бананы? Бананы наш дорогой блендер превратит в пюре! Теперь соединим банановое пюре с нашей массой, а потом добавим в нее муку, разрыхлитель и ваниль! И не забудем про грецкие орехи! Тесто уже готово! Майя, поставь, пожалуйста, формочку в духовку, только будь осторожна, не обожгись! Духовка уже нагрелась! Банановый хлеб Банановый хлеб – традиционное блюдо американской кухни! Придумали этот рецепт бережливые хозяйки! Чтобы не выкидывать перезревшие бананы, они решили добавлять их в выпечку! С тех пор прошла уже сотня лет, а блюдо популярно по сей день! Американцы его настолько любят, что ежегодно отмечают национальный день бананового хлеба! Ммм, как вкусно! Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни! До свидания! Постой! Я же не рассказал самого главного! Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу! Спасибо! Реквизит! Удачи, Майя! У тебя получилось, Соня! Как здорово! Мы долго тренировались! Интересно, а сможешь ли ты повторить мой новый фокус, Сонечка? Кинза, Петрушка, Базилик! Хе-хе-хе! Еще хочу! Мама, зови папу! Устроим выступление! Сестры-иллюзионистки Майя и Соня покажут свои лучшие номера! На нашем канале есть еще много интересных мультиков! Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии! Продолжение следует... Послед walked привет! Продолжение следует...